Прошедшая неделя стала неделей Львов. Про счастье из них вы знаете. Атака россиян на город Львов. Бессмысленная, абсолютная, беспощадная центр города. Массовые разрушения, десятки домов, в том числе исторические. Массовые убийства. Семь мирных жителей, из них трое детей. Семья, погибшая почти в полном составе, мать и три дочки. Вот такие львы. Львы – это символ города Львова. И туда принесла смерть российская армия. Но были ли другие львы, которые состоялись буквально вчера, и о которых вы еще, может быть, не слышали? А следует слышать, потому что вот именно те львы, о которых я сейчас расскажу, могут принести гораздо большую смерть и к нам в Украину, и в мир. Это, как ни странно, львы Венецианского кинофестиваля. Проходят в Венеции кинофестивали вчера. На этом Венецианском фестивале показали псевдодокументальный фильм «Русские на войне». «Russians at war». Режиссерка этого фильма – россиянка. Режиссерка этого фильма – россиянка. Анастасия Трофимова. Нет, я сейчас не буду кричать, что россиянам надо запретить показывать свои фильмы на Венецианском фестивале во время войны. Нет, не об этом речь, а о том, про что фильм, что это за фильм, кем он снят, на чьи средства, с какими целями, как он оказался в Венецианском фестивале, и что мы можем сделать с тем, чтобы остановить весь тот ужас, который распространяет по миру российская пропаганда. Итак, фильм «Русские на войне». Анастасии вот этой вот, прости господи, все время забываю ее фамилию, Анастасии Трофимовой, снят на оккупированных территориях, в том числе в Бахмутин. Он снят в Донецкой, Уганской областях, на оккупированных территориях. Естественно, что она, режиссерка, оказалась там без всякого разрешения со стороны Украины, то есть приехала с оккупационными войсками туда, снимать этот фильм. Ну, сначала легенда слэш-вранье. Анастасия Трофимова рассказывает, ехала она россиянка, которая живет в Канаде, как пишут. И съемочная группа там, многие канадцы, я так понимаю, в этом фильме. Тоже надо будет еще узнать, не были ли они вместе с ней, хотя вроде бы она ездила одна в эту Луганскую и Донецкую область. Но, по ее легенде, она, значит, ехала, понимаешь, в поезде внутри России, встретила какого-то военного, одинокого какого-то военного, и стала его расспрашивать, как там на войне. А он говорит, так хотите, приезжайте. Ой, правда, так я, конечно же, приеду. И она такая села, вся такая, в платьице, и приехала в Луганскую и Донецкую область. И присоединилась к воинской части, просто ходила и все там снимала. И разговаривала с солдатами, которые рассказывали, что они приехали туда просто из-за денег. Не потому, что они такие злые и плохие, не потому, что они такие ужасные солдаты. Это прекрасные солдаты, которые просто оказались в тяжелой ситуации, просто понадобились деньги. Поэтому они приехали убивать украинцев ради денежек. Ну, потому что, потому что, да, пропаганда им рассказала, что там вот нацисты с той стороны и так далее. И эти солдаты хорошие, Рашин сотвор. Это хорошие русские на войне практически, по мнению Анастасии Трофимовой. И она снимала, снимала и снимала 7 месяцев. В том числе в разрушенном, убитом Бахмуте, в городе, где разрушено каждое здание россиянами, снесено все, чертовой матери. И все она там вот это снимала. Несчастных русских солдат, которые ужасно, ужасно пострадали от этого всего. Ужасно. И этот фильм привезли на Венецианский кинофестиваль. Фильм, который рассказывает о том, что русские солдаты вообще ангелы, просто ангелы. Несчастные жертвы войны. Такие же, как и все остальные. Несчастные жертвы войны. Вот найду сейчас сайт Эхо. Ну, мой любимый сайт. Один из российских пропагандистских сайтов, который маскируется под эту самую российскую оппозицию. Значит, вот она рассказывает Анастасии Трофимову в интервью этому сайту. Я абсолютно, на самом деле, она в другом интервью рассказывала, они это цитируют уже. Я абсолютно в наглую, как бы в шутку спрашиваю этого военного. А можно я к вам приеду с камерой, поснимаю? А он говорит, а давай. Я говорю, ты что, совсем с ума сошел? У меня нет разрешения, ничего нет. Он говорит, да всем пофиг, скажу, что ты чья-нибудь жена. И я поехала. Ну, просто сама, семь месяцев говорила кому-то, что она чья-то жена. Я приехала на передок. Ишь, какая передок у нее. Передком она, понимаешь, сняла этот фильм. Я приехала на передок без разрешения комбрига. Без разрешения, конечно. Он увидел, ну, я там такой, что журналистка приехала, ну, и черт с тобой. Я просто старалась никому из начальства не попадаться на глаза. Семь месяцев. Такая независимая журналистика в России. Да. И она сейчас не в тюрьме сидит, не в колонии «Полярный волк», а в Канаде. В Канаде. Сняла за семь месяцев фильм сама по себе. Что вы, что вы. Просто так. И теперь она в Канаде. Ни в чем не виноватая, конечно же. Ни в чем не виноватая. Ее обвиняют в том, что она отчеловечивает русских солдат. Она отвечает, а я не понимаю, а что, надо расчеловечивать? Мне кажется, сейчас нельзя выбирать какую-то сторону. Нельзя выбирать какую-то сторону. Если вы выбираете сторону, вы за войну. Вы за войну либо с этой стороны, либо с той стороны. А я за мир. Но я бы хотел, чтобы мы видели друг в друге людей, говорит Анастасия Трофимова. Не знаю, кого вы увидели в Анастасии Трофимовой в Венецианском кинофестивале. Мы, мне кажется, с украинской стороны видим в ней преступницу, как минимум. Которая незаконно пересекла границы Украины, незаконно проживала на территории Украины 7 месяцев. А значит, ночевала в домах людей, которых расстреляли русские. А значит, ела ворованную еду, ворованную русскими солдатами. И эта международная преступница, достаточно опасная, 7 месяцев преступлений, сейчас в Венеции показывает свой фильм. И вся такая под софитами, вся такая красивая. И этот фильм смотрят мировые критики. То есть, смотрите-ка, произведение искусства. И в Венецианский фестиваль этот фильм отобрал. Но это еще не все. Давайте пойдем дальше по этому фильму. И по этой замечательной русской режиссерке. И вообще по русской, конечно, культуре. Вот что говорит Александр Роднянский, известный продюсер украинский. Пишет про этот фильм. Несмотря на понимание автором фильма характера агрессии. Ну, то есть, окей. Она же не могла прямо рассказывать, да, что это все. Блаженные пришли на территорию. Ангелы пришли на территорию Украины. Иначе бы Венецию не пустили. За львом не пустили бы. За золотым. Несмотря на понимание автора фильма характера агрессии. Российские солдаты очеловечиваются в фильме. Они очередные жертвы государству. Посланные, как и многие поколения, до них. Но бой. И заведомо не спроявили войне. Они могут прослезиться, говоря о погибших товарищах. Возмутиться несправедливостью власти. Но они не спорят с правом государства отправить их бессмысленно умирать. И главный вывод, который делает у русских на войне Александр Роднянский. Иногда кажется, что фильм сделан по заказу умных чиновников Министерства обороны Российской Федерации или ФСБ. Александр Роднянский, человек интеллигентный, в отличие от меня. Александр Роднянскому иногда кажется, что фильм сделан по заказу чиновников Министерства обороны или ФСБ. А мне не кажется. Мне не кажется. Я просто покопался в биографии вот этой самой Анастасии Трофимовой. И что мы находим в этой биографии? Ну, понятно, что на списке миротворцев это само собой. Причем давно, 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 давно. Она была корреспонденткой Russia Today. Как мило. Понимаете? Она снимала в качестве, по-моему, то ли оператора, то ли кого-то фильм в Сирии, где были российские оккупационные войска в Сирии. Она там, в Сирии, сняла фильм. Поехала туда. Ну, тоже, видимо, случайно встретила, видимо, воина, который в Сирии. Он сказал, да садись в самолет. Никто не заметит, что ты на военном самолете летишь в Дамаск. Ну, кто там заметит, скажет, что ты чья-нибудь жена. И она сняла фильм «Дорога в Раку» в 2017 году. О том, как доблестные солдаты, сирийские Асады, которые на стороне Хафиса Асада. Этого, господи, Баша Асада, что я уже говорю. Папу я его вспомнил. Которые на стороне Баша Асада убивают мирных граждан. Она сняла о них фильм тоже, как о героях. У нее и сирийские солдаты-герои. Ну, видимо, российский фильм «Слава богу, дорога в Раку» не пришлось смотреть. Раку пусть ходит Анастасия Трофимова в такой ситуации, а не я. Простите за грубости. Не мог сдержаться. Потому что, честно, у меня кипит разум возмущенный, когда я слышу такие новости про венецианский кинофестиваль, который занимается пропагандой российской войны, пускает вот такого режиссера, то есть заведомо человека, работающего на русскую пропаганду. Так вот, Роднянский говорит, это похоже на фильм, какое вообще чувство, что это снято на деньги российского министерства обороны. Ну, конечно, да. Как вы думали? Семь месяцев в составе оккупационной армии сама по себе снимала? Независимая журналистика, что ли, в России появилась неожиданно? Что, правда? А теперь давайте пойдем дальше. Окей, понятно, что Анастасия, это самая Трофимова, российская пропагандистка с канала «Russia Today», снимает фильм на оккупированных территориях. Но дальше венецианский фестиваль допускает этот фильм к показу. Кстати, вне какой-то там конкурсной программы, да какая разница, показывать в Европе, в Венеции фильм, снятый русскими пропагандистами, это как вообще? Это откуда? Очень хотелось бы узнать. Очень хотелось бы узнать. И дальше у меня начинается и культурологический вопрос, и чисто уголовный, криминальный. Да, не смогли мы арестовать Путина на этой неделе в Монголии, не смогли, не дотянулись наши ручки до Путина. А до Анастасии Трофимовой почему не дотянулись? У меня прям прямой вопрос конкретный, нашим, кстати, судебным органам, ну, прокуратуре украинской. Давайте так. Мы про нее знаем, что она совершала преступление по украинскому законодательству. Ну, точно знаем, вообще без сомнений. Мы знаем, что она пересекала границу, она это не скрывает, что она не скрывает, что она злобная, злостная преступница по украинскому законодательству. Мы можем объявить ее в розыск и попросить Италию выдать ее нам, раз она там. Вот мне кажется, у нас новый министр иностранных дел прямо с сегодняшнего дня. Это был бы суперпроект для Министерства иностранных дел, выцепить эту самую Анастасию Трофимову сюда, на суд, в Украину, за вот то, что она находилась там. Это было бы абсолютно законно, абсолютно законно. Это было бы лучшее, кстати, что мы могли бы сделать в отношении Венецианского фестиваля, хоть немного помочь ему очиститься. Прямо на фестивале, на сцене ее арестовать было бы красиво. Вот это называется искусство, вот это перформанс. На сцену выходят полицейские, арестовывают авторку этого самого пропагандистского фильма за многочисленные уголовные тяжкие преступления. Вот это искусство, это вошло бы в историю Венецианского фестиваля. Мало того, вот за это прокуратуре можно было бы давать Золотого Льва. А сейчас, мне кажется, вот надо, знаете, что сделать? У них в Венецианском фестивале Золотой Лев, главный приз, вы это, наверное, знаете. Но я тут раскопал такую интересную вещь, что во время Второй мировой войны, вообще во время правления Муссолини, диктатора фашистского, в Италии во время Венецианского фестиваля вручался не Золотой Лев, а Кубок Муссолини. Ну, все было в честь Муссолини, как сейчас в России все в честь Путина. Кубок Муссолини вручался. Вот надо этому фильму вручить Кубок Муссолини. Ну, раскопайте, товарищи, дорогие мои итальянцы, вы же там соображаете, да? Найдите этот Кубок Муссолини и вручите его Анастасии Трофимовой на вечное охранение за фильм «Русские на войне», очеловечивающий русских убийц, делающих из них жертв, уравнивающих с украинскими военными, между прочим. Кстати, в этом фильме ни слова о военных преступлениях. Мало того, в интервью она потом сказала, это Трофимова, а я, говорит, ни одного военного преступления не видел, все, они абсолютно честно воюют, вообще честно, полностью. Ничего, ничего, понимаете? Гражданских не трогали, в чужие дома не заходили, ничего не воровали, никого не убивали и не пытали. Семь месяцев она там была. Кому она это рассказывает? Кубок Муссолини. Если не так, то, извините, венецианский фестиваль умер. Смерть в Венеции. Смерть в Венеции. Помните такой фильм, да? В Висконте «Смерть в Венеции» по новелле Томаса Мана? Как символично. Мне кажется, есть в этом какой-то символизм. Томас Ман, между прочим, человек, который скрывался от немецкого фашизма. Эмигрировал в 1933 году после того, как Гитлер пришел к власти. И Томас Ман написал «Смерть в Венеции». Написал он ее раньше, на самом деле, конечно, в 1912 году. Но символизм определенный есть. Томас Ман, писатель, журналист, который перешел на сторону антифашизма, который вел антифашистские передачи для немецких радиослушателей. И, кстати, вот этот же Томас Ман в своем докладе «Германия и немцы», возможно, я ухожу в сторону, но считается сегодняшний выпуск очень культурным, культурологическим, со множественными культурными отсылками. Вот писал Томас Ман, нет двух Германий доброе и зло. Есть одна единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольских хитростей превратились в олицетворение зла. Злая Германия – это и есть добрая, то есть бывшая добрая, пошедшая по ложному пути и попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и стоящая теперь перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, это он про себя, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить «Я добрая, благородная, справедливая Германия, смотрите, на мне белоснежное платье». Замечаете, как пересекается с белым пальто? А злую я отдаю вам на растерзание. Нет двух Германий и нет двух России. И Анастасия Трофимова – представитель России Путина. Представитель России Путина прямо сейчас. В Венеции. Смерть в Венеции, мне кажется, это смерть культуры, смерть фестивалей, смерть кино, если они ничего не сделают с этим фильмом. В том числе, вообще-то, следовало бы, не знаю, ребят, может, есть кто в Италии, может, кто поможет, провести расследование того факта, как документальный псевдофильм, снятый русскими пропагандистами на деньги русской пропаганды Министерства обороны России, с участием Министерства обороны Российской Федерации, потому что по-другому так не бывает. Как он оказался в программе Венецианского фестиваля? Вот как он там оказался? Интересно. Я думаю, что это коррупция, я думаю, что им дали денег кому-то, и кто-то это принес. Я не знаю, кто. Это надо расследовать. Тут я утверждать не буду, вот этот человек это сделал или этот человек. Но чтобы избежать смерти в Венеции, избежать смерти Венецианского фестиваля и вообще Италии как столица искусств, надо бы выкорчевать оттуда преступников из жюри или кто там у нас, ну, у них называется, из организаторов Венецианского фестиваля. Вы говорите, трудно поймать эту самую Анастасию Трофимову, которая развозит русское говно по миру. Скажу, что нетрудно сегодня, шестого. Да, это все было вчера, они выступали в расчете на то, что им дадут статуэтку, значит, этого самого Муссолини, да. Но история приключенческая этого фильма не заканчивается. Фильм переезжает прямо сегодня в Канаду. Чтобы не пропустить дальнейшие приключения этого фильма, в Канаде русские на войне, нужно прямо сейчас подписаться на канал Шейтельман. Я считаю, что это будет правильно. На канале Шейтельман, как вы знаете, 512 тысяч подписчиков. И чтобы следить за развитием событий, а у нас на это есть несколько дней, последить, а возможно, поучаствовать в этом приключенческом мероприятии ловля русских пропагандистов в Торонто, нужно подписаться на канал Шейтельман. Первое. Если вы сейчас смотрите это на канале Шейтельман, просто подписка. Если вы смотрите это видео не на канале Шейтельман, вы можете смотреть на другом канале, это видео показывают на разных каналах, я разрешил нескольким каналам его ретранслировать, то сделайте так. Внизу в описании к видео написано «подпишись на канал Шейтельман». Вот на слово Шейтельман надо нажать, оно обычно английскими буквами, нажать, и вы попадаете на канал Шетельман. И уже там, на канале Шетельман, вы нажимаете подписаться, присоединяйтесь, нас больше чем полмиллиона, мы сила. И сейчас я попробую это доказать, что мы сила. Город Торонто, кинофестиваль Торонто открывается сегодня. Сегодня открывается кинофестиваль в Торонто. И сегодня есть шанс остановить российскую пропаганду. Потому что фильм Анастасии Трофимовой, Russians at War, русские на войне, будет показан, прямо написано Russian, Canadian, фильммейкер Анастасия Трофимова, то есть русско-канадская режиссерка Анастасия Трофимова, будет показан в Канаде, в Торонто, 10 сентября. Где это будет происходить, сейчас вам скажу. Вам там больше понятно, да? Скотти Бэнк Театр. Скотти Бэнк Театр. Я уверен, что вы знаете. 9.30 п.м., естественно, по местному времени. Там будет проходить показ кровавого фильма «Русские на войне». Ну, в Торонто есть украинская диаспора. Да мне вы писали писем из Торонто миллион. Ну, как-то вы там соберитесь, соорганизуйтесь. Забросайте вы кровавыми тряпками эту Анастасию Трофимову. Это общественное какое-то мероприятие. Я его не могу организовать, ребят, но у вас там есть землячество украинское. К вам, у вас собираются показывать фильм, оправдывающий русскую войну. Там будет присутствовать российская военная преступница Анастасия Трофимова, которая незаконно пересекла, она не военная, а гражданская преступница, пересекла границу Украины, приехала на оккупированную территорию 7 месяцев, вместе с русской армией оккупировала Бахмут и другие города. Остановите этот показ. Остановите. Это возможно. Остановите заранее, сейчас. Ну, сегодня шестое число. Вы это смотрите 6 числа. Есть 4 дня, чтобы добиться от организаторов Торонского кинофестиваля, снятия этого фильма. Но украинская дираспора исторически должна быть сильна в Канаде. Ну, в Канаде. Как? Если мы в Канаде не остановим, то где остановим? В Монголии мы Путина не остановили. Но в Канаде мы можем остановить фильм «Русские на войне», героизирующий «Русских солдат». А? Вот чего я хочу. Ну, а Министерство иностранных дел, я думаю, что вам и карты в руки. Прокуратура, ордер на арест Анастасии Трофимовой за незаконопищение границы. Я думаю, Канада нам ее выдаст все-таки. Это же будет иначе как. Иначе куда смотрит Джастин Трюдо со своими разноцветными носками. Приятного просмотра, как говорят на кинофестивалях. Ставьте лайк этому видео, а мы идем дальше. Представляете, что это Анастасия Трофимова. Вчера была в Венеции, а сегодня уже летит в Торонто. А не под Покровск. А не под Покровск. Сегодня CNN, телеканал CNN показал видео, как российские солдаты, вот те самые Russians on War, это вор, извините, русские на войне, которые такие же жертвы, которых надо безусловно очеловечивать, по мнению Анастасии Трофимовой, и Венецианского фестиваля, который умер. Вот эти русские солдаты расстреливают безоружных украинских пленных. Это показывает телеканал CNN. На видео выходят украинские военные, шатаясь, становятся на середину запыленной колеи, и встают на колени, положив руки на голову. Через несколько секунд они убиты, и пыль поднимается рядом. Убиты россиянами, теми самыми русскими солдатами, которым сопереживает сегодня вся Венеция. А 10 числа, если вы это не остановите, будет сопереживать Торонто, Антарио, Канады. Полученное эксклюзивно CNN видео, снятое во время боев в конце августа вблизи города Покровск, демонстрирует казнь российскими войсками трех украинцев, которые сдались в плен после того, как их окоп был захвачен. Этот инцидент, сообщает телеканал, описанный украинским чиновником, который попросил не разглашать некоторые детали, чтобы защитить идентичность подразделения, является частью системы очевидных казней, которые, похоже, участились в этом году. То есть телеканалу CNN это очевидно, одной российско-канадской режиссерке Трофимовой нет, не очевидно, чем занимаются россияне и российские солдаты. Источники украинской военно-разведки предоставили CNN список из 15 случаев, начиная с ноября, большинство из которых подтверждается видео, аудио перехватами с беспилотников, в которых говорится о том, что украинские военнослужащие, которые сдались в плен, были убиты россиянами на линии фронта, расстреляны. Всего CNN зафиксировал 28 таких инсцентраций с начала войны, в котором в целом погибло 62 украинских военнослужащих. И вот, отмечает CNN, кадры из Покоровского района отражают неустанно жестокую тактику российских военных, которые продолжают продвигаться на востоке Украины. Вот так вот, вот к этому приводит всеевропейское сочувствие фашистам и убийцам, русским солдатам, очеловечивания преступников. Понимаете, все эти фильмы гуманистические, типа там, на Западном фронте без перемен, хороши, когда война давно закончилась, когда после войны 20 лет прошло. Да, или большие прогулки, где фашисты смешные, а не убийцы. Через 20 лет после войны это можно делать. А во время войны? А вот эта Анастасия Трофимова, вот представьте себе, она, не знаю, познакомилась с Чикатило, и начинает ходить с ним и снимать, как он убивает и насилует жертву. И говорит, да он обычный человек, на самом деле неплохой, я вот с ним сидела, курили вместе в подсобке, он мне рассказывал, зачем он насилит, какое удовольствие он этого получает. И я понимаю, несчастный человек, она ходит, все это снимает, представьте себе, а Чикатило продолжает, продолжает свое дело. А она едет венец и показывает, как Чикатило все это делает. Нормально? Но мы сейчас, не про это уже, мы про Покровское направление все-таки. На Покровском направлении есть изменения, и об этом рассказал нам тоже в интервью CNN наш главком Сырский, Александр Сырский. По словам Александра Сырского, продвижение российской армии остановилось на Покровском направлении. Это направление является самым горячим на фронте, россиянин находится в нескольких километрах от города, говорит Сырский, но за последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает. По словам Сырского, ощущается ослабление России и в других областях Украины, где идут бои. В частности, уменьшились артиллерийские обстрелы и интенсивность штурмов. Это говорит Сырский. Ни я, ни какие-то слухи, ни телеграм-каналы. Это очень важно. Для меня это очень важно. Потому что одно дело, субъективное впечатление человека, который прямо здесь сейчас на фронте, увеличилось что-то или уменьшилось что-то. Другое дело, главное командующий. Ему за это отвечают, за эти слова. Если он сказал, что удалось остановить, значит не на секунду удалось остановить. Значит, это что-то серьезное. Но, как говорит Сырский, Россия имеет материальные преимущества, в частности, в виде авиации, ракеты, танки, артиллерии, боеприпасы, а также личный состав. Поэтому Украина вынуждена быть умнее и эффективнее в ведении войны. Мы не можем воевать так, как они. Поэтому мы должны использовать максимально эффективный подход. Использовать свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности инженерных сооружений, а также использовать техническое преимущество. Сказал он, напомнив о программе беспилотников и другом отечественном высокотехнологичном оружии. У меня в связи с этим две мысли. Первая. Вот и отлов Анастасии Трофимовой надо организовать так же, с умом. И запрет ее фильма для показа на Торонто и других цивилизованных местах. И про вот эти беспилотники и так далее хочу вам сообщить радостную новость. Помните, возможно, на день государственного флага я вышел в футболке авторской работы Виктории, моя учительница. И вот вы купили определенное количество футболок и Виктория, все средства, которые она получила на свои авторские гонорары за эти футболки от магазина она получила и все направила там. Может и немного в абсолютном исчислении, но это важный вклад. Ваш вклад в том числе и ее, и ваш. На рэп для наших военнослужащих прислала мне сегодня квитанцию. Так что под Покровском есть и ваш скромный вклад и день государственного флага. Мы не зря здесь с вами отмечали на канале Шательман. Подписывайтесь на канал Шательман. Еще раз напомню, 512 тысяч подписчиков уже есть. Но может быть сегодня станет счастливое число 513. Подписывайтесь, ставьте лайк этого видео. Пока любители русской культуры перемещаются из Венеции в Торонто вслед за русским пропагандистским фильмом «Русские на войне», представители цивилизованного мира постепенно съезжаются, на дачу показаний хотел сказать, постепенно съезжаются в Рамштайн, на базу в Рамштайн, где пройдет сегодня встреча, точнее уже проходит прямо сейчас, встреча министров обороны и других высоких гостей из десятков стран, которые поддержат Украину в этой войне. Полетел туда и президент Зеленский, но начну, пожалуй, сегодня даже не с него. Начну даже не с него. Начну с министра обороны Британии, все-таки новичок, новый министр обороны Великобритании Джон Гилли, который прямо сейчас следует туда, выступил на борту самолета Королевских военно-воздушных сил прямо на пути в Германию. Рассказал о том, что примет участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. И вот что он сказал, что непоклимимая поддержка Украины приоритет номер один для него, а что наступление украинских сил обороны на Курскую область, Курсковолос, поставило главу Кремля в тупик. И что Путин до сих пор еще решает, что же делать в ответ. Ну, действительно, сегодня необычный день в нашей истории. Сегодня 6 сентября, а у нас теперь годовщина, о, годовщина, что я скажу, месячина, у нас месячные практически. Ровно месяц назад у Курской области месячные, поздравляю. Господи. Простите меня за все эти коннотации, очень хочется постебаться над Курской областью, хоть так, но что я могу сделать. Потекла Курская область, потекла. Господи. Ужас, ужас, стыдно, стыдно. Да. Ровно месяц назад наши войска вошли и пенетрировали в Курскую область, наконец-то, и Джон Гилли, министр обороны Великобритании, несказанно рад этому событию. Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины. Я был решительно настроен, и Кир Стармин, новый премьер-министр, был решительно настроен продолжать это с Лейбористским правительством. То есть, правительство сменилось, а мы делаем все то же самое. Он сказал, наступление на Курскую область Российской Федерации явно поставило Путину в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными и все еще решает, что делать в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции в этой области. То есть, фактически, Путин ковыряется в носу, по мнению министра обороны Великобритании. И это чистая правда. Вчера на международном, всевосточном экономическом форуме в Российской Федерации в Владивостоке мы видели, что Путин, в общем-то, выступал хоть и весело и бодро, и даже бойко, можно сказать, но выступал с прямо противоположными тезисами. С одной стороны, сказал, наша главная цель, значит, завоевать Донбасс. И говорит, мы не повелись, нас не смогли провести хитрые украинцы, мы не перебросили войска с Донбасса на защиту Курской области. Потом говорит, священный долг каждого российского солдата спасти Курскую область. Так их же туда не перебросили, как же священный долг? Или они должны идти к Анастасии Трофимовой в Россию, согласно вашему фильму? Или все-таки продолжать расстрелы массовые в Донецкой области? Так получается, так получается. Ну, кстати, вчера серьезная часть, я повторю, возможно, вы вчера пропустили выпуск, это займет буквально несколько секунд. Серьезная часть вчерашнего выступления Путина на самом деле была в том, что он сказал, цель СВО захват Донбасса. Цель СВО захват Донбасса. Почему это серьезная часть? Потому что до сих пор ни один российский чиновник таких слов не говорил, ни один. У них цели были деноцификация, дегазация, дезактивация, там все что угодно, да? Декоммунизация, что там еще у них было? Наркоманов от власти этих придурков отстранить в Украине, восстановить конституционный строй, посадить Януковича, все что вы хотите. Были и другие большие цели, когда он разговаривал Путин с тем же Такером Харсоном, была цель захватить Киев, Харьков, Одессу, это все он обещал. А сейчас вдруг Донбасс. Почему? Ответ простой. Он просрался, у него не получилось, многие, я думаю, говорили вам, что именно на этот год, на 2024, Путин сделал главную ставку в этой войне. Он потратил главные деньги Российской Федерации именно в этот год вложенных. Треть российского бюджета, 110 миллиардов долларов, военный бюджет. Еще одна шестая, это бюджет на спецслужбы ФСБ, Росгвардии и так далее, которые тоже воюют здесь, в Украине. Вот в этом году так. То есть половина всего пирога, всех денег бюджета Российской Федерации, 160 миллиардов долларов, отправлены на войну в Украину. В этом году. Чтобы что? Он обещал за эти деньги захватить Харьков и Одессу. Обещал россиянам, своим помощникам, своим сокамерникам будущим, обещал за эти деньги захватить. Что захватил? Авдеевку. Авдеевку. В январе. И с тех пор с Авдеевки пытается от Авдеевки дойти до Покровска. Там 50 километров. 50 километров за 160 миллиардов долларов они пытаются пройти. Не прошли. И, как говорит Сырский, уже в ближайшее время не пройдут. Поэтому он снизил ожидания. Он сказал, нет, нет, что вы, мы сейчас собираем, мы ничего не собирались. Вот мне это напомнило, кстати, вчерашняя его фраза. Ну, фактически было парафировано соглашение в Стамбуле. Мне напомнило Маргарита Симонян, ныне подсанкционную. Ну, фактически Киев же был взят. Фактически. Ну, мы видели, как они фактически. До сих пор иногда в болотах находят этих фактически, которые, ну, под Киевом в болотах этих русских, которые фактически взяли Киев. Вот так же фактически оно и будет, я думаю, подписано это соглашение. Так что Путин снизил ожидания от себя самого перед своим ближайшим кругом. Потому что я ни на что больше не претендовал, кроме как Донбасс. Но шиш ему с маслом, безусловно, в любом случае. Ну, и в заключение последняя фраза, последнее слово, господи, последнее слово Джона Гилля, министра обороны. Не, не в заключении выпуска, мы только начали. Вы что такое? Значит, помощники министра рассказали журналистам, что его амбиции заключаются в том, чтобы его лично, Джона Гилля, считали мистером Украина, британского правительства. Роль, которую до недавнего времени выполнял Бен Уоллес. Ну, а до него, естественно, Джон Борис Джонсон, мой любимчик. Поэтому вот такая амбиция. Это хорошо, что такая амбиция у министра обороны Британии. Глядишь, дадут нам новых вооружений. Глядишь, дадут нам новых вооружений.